Валерий Курасович Сейчас всюду слышно, что люди живут лучше и качественнее, чем когда-либо в истории человечества. В это легко поверить, потому что никогда раньше у людей не было столько свободы себя осуществить, столько возможностей путешествовать, жить так долго и быть таким здоровым. Но почему-то я не удовлетворен. Все чаще я ощущаю бессмысленность и пустоту, все чаще меня посещает чувство одиночества. Это чувство становится причиной стресса и депрессии, и в этом я не один. По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия является одной из самых главных причин нетрудоспособности. И по всему миру 350 миллионов и больше того человек страдает от депрессии, которую часто называют болезнью одиночества. Чем же вызвано это чувство экзистенциальной пустоты? Человеку все меньше и меньше остается времени для того, чтобы вникнуть в суть вещей, чтобы глубоко по душе общаться с другими и в то же время быть услышанным и понятым другими. Но в то же время жить нам положено показательно, выложив все на поверхность. И вот по этим внешним меркам определяется и мое качество, и моя ценность. Внешне нас задавило. По своей сути, все критерии оценки качества жизни и успеха являются внешними. Если мы говорим о богатстве, то о материальном. Если мы говорим о здоровье, то о телесном. Если речь зашла о количестве, то, конечно же, денег, потребительства, объема, скорости. Качество не является качеством, если его невозможно измерить количественными мерками. Апофеоз материализма. Но почему же это все кажется ущербным и оставляет у нас чувство пустоты? А потому, что потребности, истинные потребности человека гораздо выше тех возможностей, которые ему предлагает внешний мир и кроются во внутреннем. У человека есть особенная потребность в осмыслении своего существования, в осознании и проявлении своей индивидуальности и своей уникальности. Для этого нужен баланс. Нужна гармония между внутренним и внешним содержанием. Современному человеку, как социальному существу, не хватает внутреннего стержня для себя лично и для общества, в котором он живет. Такой стержень является опорой в постановке и решении важнейших жизненных вопросов. Культуры, которые не способны обеспечить таким стержнем или не дают возможности для его возникновения, просто не выживают. Хороший пример – это Римская империя, которая, несмотря на свою военную и политическую мощь, просто стерлась с лица земли. То же самое происходит и в индивидуальном плане. Без этого духовного стержня у человека остается пустота, которая быстро заполняется разными идеологиями, которые предлагают мнимый, иллюзорный стержень, который просто делает человека рабом. В конечном плане человек духовно погибает. Такими заполнителями можно, например, назвать потребительство, но есть и более радикальные примеры – исламское государство или разные религиозные секты. Даже современный маркетинг, поклонение брендам и знаменитостям тоже своего рода заменители этого духовного стержня и заполнители этой пустоты. Но человек становится от них зависимым, теряет свою независимость, свое «я» и легко становится инструментом в руках преступных или же просто корыстных сил. И так человек гораздо больше его физического тела, так как обладает еще душой и разумом. Но как же мы заботимся об этой своей троичности? Тело мы почуем всем самым лучшим – свежим воздухом, уравновешенной пищей, тренировками в спортзалах, матрасами Дормео и другими, разными салонами. Разум у нас тоже в развитии. Учеба, интернет, повышение квалификаций. Но и наша душа требует хоть немножко из нашего драгоценного времени. Почему, спросите? Потому что сила цепи в самом слабом ее звене. И вот именно душа является этим слабым звеном, если не получает достаточно ухода. Зачем нам забота о душе? Прежде всего, для того, чтобы найти себя и свое место в мире. Ответы на самые важные вопросы человек может найти и внутри себя. Каждый из нас уникален. Для каждого отведена важная, ответственная роль в этой пьесе жизни, которая отличается от литературы тем, что второстепенных нет, ролей нет вообще. Для того, чтобы укрепить свой внутренний стержень, в разные времена использовали разные методы. В основном они основывались на медитационных техниках, которые знакомы очень многим религиям мира. Я вам расскажу о том, как по моему опыту изучения религиозного искусства в этой задаче нам может помочь христианский образ, православная икона. Мы живем в культурном пространстве, ценности которого и многие традиции основаны на христианских принципах. Для христианства очень важна соборность, коллективность, если хотите. В этой системе каждый развивается и развивает не только самого себя, но через служение другим участвует и в развитии семьи, социума и общества в целом. В христианстве абсолютом и высшей гармонией является Бог. По божественной гармонии создан мир и создан человек. Это в своем витрувианском человеке доказал математически Леонардо да Винчи. Здесь изображена модель, где земное символизирует квадрат, небесное символизирует круг, и человек помещен в центр. В каждой из этих 16 поз он касается и земного, и небесного, то есть материального и духовного. Примечательно то, что центром квадрата с крещением диагоналей приходятся его гениталии. Это символизирует его биологическое начало. центром круга духовности это пуп как символ самой большой тайны зарождения жизни. Таким образом, человек помещен в центр мироздания и является точкой отчета. И если человек гармоничен, то божественная составляющая в нем присутствует. Такой же моделью Вселенной только более полной является икона Спаса в силах. Существенная разница между моделью Леонардо в том, что в центр помещен Абсолют, невидимый Бог, но в его видимом воплощении в образе Иисуса Христа. Здесь тоже есть круг или Мандорла, которая символизирует небесное, есть квадрат, тетраморф, символизирующий земное, но появляется новая форма ромб и вместе с ним новое измерение божественное. По христианской традиции Иисус Христос стал настоящим человеком с возможностью его изобразить. В то же время он оставался Богом неизобразимым. И вот в иконе сопоставлены эти две совершенно несопоставимые вещи изобразимость и неизобразимость. Эта двоичность легла в основу иконы. И через вот эту тайну, где рядом с видимым прообразом находится невидимо его прообраз и является возможностью общения через икону. Это общение происходит через особый вид медитации, молитву. Икона создана для диалога, но эта диалогичность не направлена во внешнее пространство. Она направлена на то, чтобы искать частицу божественности внутри себя. И хотя икона это объект внешний, но она помогает нам найти именно и открыть себя и создать гармонию между видимым и невидимым. каким же образом икона является окном внутрь себя? Любой образ это есть утверждение правды. Например, мое искусство, мои картины это утверждение моей индивидуальной правды, как правду индивидуального художника. Творчество же иконы это соборное, коллективное. Икона создавалась на протяжении нескольких сотен лет усилиями самых просвещенных умов и самых ярких творцов. И она есть собрание символов, которые все имеют очень важное значение и которые помогают открыть наш внутренний духовный мир. В иконе символично все. Например, Богоматерь символизирует материнство, любовь, зачатие жизни. Икона Иоанна Претечи показывает нам отрешенность, самодисциплину, подвиг духа. Икона Георгия Победоносца показывает силу воли, целеустремленность, воинственность, а икона Спаса сострадание. В иконе очень важны детали. Самыми главными являются глаза и руки, которые никогда не покрываются окладами. Руки имеют три основных жеста. Это благословляющий, молитвенный и представляющий. Глаза никогда не смотрят, они слушают, внимают. Таким образом, символы и молитва показывают нам путь общения с Богом внутри себя. Часто говорят, что молиться следует не наружу, в пространство, а вовнутрь, потому что только прочувствованная, пережитая молитва будет иметь пользу. Икона помогает нам приходить к внутреннему равновесию. она есть некий инструмент синхронизации внутреннего и внешнего мира и исцеления человека, не лечения его последствий, а именно исцеления от слова целое. Как и экраны наших компьютеров и айфонов, икона является интерактивным экраном, но в отличие от первых, которые очень часто нас заваливают внешней информацией, из-под которой порой трудно выкопаться, икона открывает совершенно другие каналы связи. И несмотря на свою статичность и непереходящую внешнюю форму, она имеет очень сильное внутреннее движение, движение духа, динамику. И эта внутренняя энергия именно помогает нам собирать и строить свой стержень. Современные экраны часто множат вопросы, икона же дает ответы. Конечно, это происходит не на внешнем уровне, а на внутреннем, глубинном, созерцательном. И для этого созерцания икона создает нужную тишину, потому что для медитации нужна концентрация. В современном мире, где девизом являются выше, дальше, больше, человеку не хватает уделять время себе. Но это не для самолюбования, а для самосозерцания, которое требует работы таких мышц мышления, которые ослабли, из-за невостребованности. Мы можем сходить на природу, прислушаться к ее звукам, понять ее глубину и бесконечность. Мы можем посетить музей или храм, выбрать себе икону по душе, постоять перед ней, забыть про внешний шум, забыть про повседневные проблемы, потому что икона поможет создать тишину, в ней нет суеты, а есть мир и покой и некая вечная мудрость. И хоть икона создана для молитвы, ее может понять и прочувствовать и человек нерелигиозный. Ведь художественная сторона иконы основана на принципах красоты и равновесия. Именно через эстетику человек, эстетику как универсальный язык, человек может воспринять икону. Через эстетичное мы приходим к этичному, через внешний видимый образ к невидимому духовному. Забота о нашем духовном здоровье и благополучии немногим отличается о заботе о здоровье тела и разума. Подобно гигиене, спорту, питанию, через которое мы заботимся о здоровье своего тела, через учебу и изучение языков, которые обеспечивают нам молодость и гибкость ума, путь к внутренней гармонии идет через привычки и самодисциплину. Именно эта самодисциплина и некоторые усилия помогут нам создать и укрепить наш внутренний стержень. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...